Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии Счастья. Я записываю ежедневные видео по улучшению качества жизни. Сегодня поговорим о корректном принятии решений. Для многих это очень важная тема. Почему? Потому что чувствуешь, что нужно принять какое-то решение, но не знаешь как. И начинаешь действовать из ума, что вот это надо сделать. Я там пообещал, или это мой долг, или там это нужно для денег, или еще почему-то. Вот такие решения от ума, они приводят к чему? Что человек попадает в неприятности. То есть он принимает это решение, но он не чувствует в действительности, что это его решение. Что вот его тело, его душа хотят этого. Корректное же принятие решений будет тогда, когда вы почувствовали, что это действительно ваше. Для некоторых просто достаточно получить отклик. Например, для тех, у кого... Те, кто являются генераторами, у кого определен центр, который мы называем сакрал, есть доступ к сакральной энергии, человеку бывает достаточно почувствовать этот отклик. Да, я хочу. И двигаться дальше. Для некоторых более важных решений, например, у людей, у которых есть эмоциональный авторитет, им нужно почувствовать эмоциональную ясность. То есть пройти вот эти перепады эмоциональной волны и почувствовать ясность, что он хочет. Действительно ли это его. И таких вот категорий принятия решений достаточно много. То есть для каждого человека это что-то свое. Но важным элементом является почувствовать, что это ваше. Вот когда вы чувствуете, тогда вы можете действовать. И пока остается какая-то неопределенность, действия будут, ну скажем так, неправильными. То есть вы можете начать действовать, но потом остановиться в пути и понять, что я же совершенно не этого хотел, это было не мое. То есть я не хотел этого, я хотел совершенно чего-то другого. И вот получается таким образом человек может делать корректные, правильные действия. Когда вы чувствуете, почувствовали, тогда уже сделали. И то есть когда вы ведетесь на вот эту штуку, что это надо, что это там обязательно нужно сделать, потому что это кто-то сказал, или там я пообещал. Нет, это не то. Это будет уводить вас все дальше и дальше от себя. И вы будете растрачивать свою энергию на какие-то пустые действия, общения, то, что вообще вас не касается. И вот я на своем опыте понял, что когда я принимаю решение из ума, я иду не в том направлении. И потом я понимаю, что я не туда двигаюсь, что это не мое, и мне надо вернуться в исходную точку и начать, ну скажем так, по новой. То есть сначала почувствовать себя и потом начать действовать. И поэтому теперь я принимаю решение, достигнув ясности. То есть я когда понял этот принцип, то теперь я действую так, не из ума, а понимая, как мне действовать. То есть мое тело даже подсказывает, либо оно хочет туда двигаться, либо оно не хочет. То есть его не надо заставлять. Оно само подсказывает, например, как ему питаться, во сколько ему вставать, сколько спать, куда идти, а куда нет. То есть оно работает, можно сказать, действует в своем режиме. То есть оно действует так, как оно чувствует. И так можно настроить работу вашего тела, вашего организма. Тогда тело уходит от болезней, и оно начинает действовать так, чтобы максимально-максимально идти по своему пути. И вот тут уже происходит сонастройка ума, души и тела. То есть вы не принимаете решение из ума даже, а вы чувствуете, как правильно. У некоторых людей развитая интуиция. То есть они могут в моменте почувствовать, как правильно поступить. Кому-то нужно больше времени, да, вот то, что я сказал у людей, у которых эмоционально надо почувствовать, пройти через это. А некоторым даже важно пережить лунный цикл, то есть 28 дней для того, чтобы принять корректное решение. В особенности это касается важных решений, когда вы хотите что-то коренным образом поменять в своей жизни. Когда вы просто двигаетесь в потоке жизни, то тут не нужно ничего менять. Но когда это какой-то переезд, там, отношения, какой-то смена места жительства, работы, какой-то новый бизнес, тут важно почувствовать, ваше ли это. То есть не просто вступить, да, а почувствовать, действительно ли это так. И когда вы это почувствовали, вот, тогда начинается уже алхимия, магия. То есть начинается трансформация. Жизнь ведет вас, а вы в этом потоке жизни сонастроены. И вот когда вы сонастроены с жизнью, тогда начинается действительная трансформация. Но чтобы убрать вот эти вот решения из ума, которые человек часто принимает, надо убрать у него фиксированные идеи. Типа я должен это делать, я без этого не могу, это моя обязанность и тому подобное. То есть множество фиксированных идей у человека есть. И когда мы эти фиксированные идеи рассоздаем, то есть убираем оттуда вот эту фиксированность, которая, ну, по сути, что такое фиксированность? То есть это заряженность человека. Он заряжен и говорит, я обязан это делать, это там я должен делать. То есть у него нет возможности свободы делать или не делать. И вот когда такой свободы нет, человек, по сути, залипает в этом и действует неосознанно. Вот. Я с помощью процессинга позволяю человеку убрать вот эту зависимость, когда он фиксированно каким-то образом обязан поступать. И когда эта зависимость уходит, у человека появляется способность выбора. И вот это ключевой момент. Когда у человека свободен ум, расслаблен, у него появляется свобода выбора, и он действует так, как он считает правильным. Потому что это его действия. Это те действия, которые в действительности он совершает. То есть это не что-то, ну скажем так, навязанное ему обществом или кем-то другим обусловленным. Это его чувствительность. Вот. И я привожу людей научиться чувствовать себя и принимать таким образом корректные решения. То есть чтобы не кто-то вам советовал, а вы сами почувствовали и приняли решение. Давайте сделаем сейчас небольшую практику. Посмотрим, как это работает. Вот. Сядьте в удобном месте, закройте глаза и создайте пространство для сессии. Просто с помощью вашего внимания. Потом определите, где вы находитесь как сознание в этом пространстве. И определите положение вашего тела в пространстве. Далее почувствуйте ваши желания. Какие у вас есть. Возможно, проявятся какие-то наиболее сильные, которые вот есть в настоящем моменте. Просто почувствуйте их. Какие у вас есть желания, стремления, намерения. Что вы хотите. Вот. И дальше посмотрите, как это желание сформировалось. То есть, как оно пришло к вам. Было ли это вашим желанием? Оно проходило какую-то трансформацию? Вот. Либо вы это получили откуда-то, да? То есть, может быть, другого человека это перешло. Или вы где-то почерпнули это там из интернета, какого-то канала связи. Прочувствуйте это максимально глубоко. Откуда пришло это желание? Как оно сформировалось? И дальше, вот когда вы это почувствовали, посмотрите, как откликается ваше тело. То есть, что с ним происходит? Какая алхимия? Какая трансформация? То есть, как тело? Хочет ли реализация этого желания? Или не хочет? Да. Или есть какая-то неуверенность? Да. Вот почувствуйте это. Пройдите через этот процесс. Это вот почему я говорю об этом. Это процесс принятия решения. Это то, как это работает. То есть, вы пропускаете это через свое пространство и смотрите, как этот процесс работает со мной, с моим телом, с моим пространством. И далее вы чувствуете это и принимаете решение уже на основе вашего чувствования. То есть, у вас созревает это решение. Может появиться сразу отклик, да? А может быть, нужно время, чтобы это прошло. Все зависит от того, какой вы, какой у вас тип личности, какой у вас авторитет. Все это можно сделать, посмотреть, да, если вам необходима консультация в этом вопросе. То есть, это можно сделать и посмотреть, как вы принимаете решение. Но самое главное, это ваша чувствительность. Вот когда вы прочувствовали это, какие процессы происходят в теле, посмотрите, если тело откликается положительно, то продолжайте реализацию этого намерения. Если есть какая-то неопределенность или тело откликается, ну, скажем так, не хочет этого делать, то приостановите этот процесс, пока у вас не появится энергия для этого. Вот. Когда она появится, вы сможете его продолжить. То есть, действуйте тогда, когда у вас есть для этого энергия, когда тело говорит «да». Если оно говорит «нет», то лучше этот процесс приостановить. Вот если нужна консультация по этому поводу или важно определить там ваш тип личности, авторитет, как правильно принимать решение, обратитесь ко мне, напишите в личные сообщения, мы сделаем бесплатную консультацию. Я расскажу подробнее об этом и при желании мы сделаем сессию процессинга, где уберем те фиксированные идеи, которые мешают принимать решение осознанно. Вот. Это, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать сегодня. И буду рад вашим комментариям. Если видео вам понравилось, то ставьте отметку «нравится», подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик для напоминания о новых видео, которые выходят ежедневно. И, конечно, поделитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях. Я уверен, что будет им интересно это тоже. А все мои контакты под этим видео вы можете добавляться тоже в друзья в соцсетях, писать мне любые вопросы, если они появляются, или ваши комментарии. Все, что необходимо, то есть я открыт к общению. Также в описании моей книги. Миры вечного познания и полное исцеление. Вы можете их прочитать по ссылкам, скачать, то есть читать у себя на компьютере, на читалке или на телефоне, как вам удобно. Самое главное – это то, чтобы вы лучше понимали себя и двигались по пути духовного исцеления. На этом, друзья, будем заканчивать. На сегодня следующее видео выйдет на моем канале. Завтра, а пока посмотрите видео, которые сейчас появились на вашем экране. Там подписка на мой канал, мой сайт и два видео, которые помогают лучше раскрыть, что такое процессинг и как он работает. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья. И до скорой встречи в следующем видео. Всего доброго.